Вот когда закончится коронавирус этот, и не вирус, а психоз, я вам много чего интересного расскажу. Очень много. А вы подумайте для начала над двумя вопросами. Первый вопрос. Коронавирус это рукотворная инфекция? Или случайно из воздуха она появилась? Кому она нужна была? Второй вопрос. Не ответим пока на этот вопрос. Но скажите, в мире, начиная от моих коллег политиков и заканчивая ниже, и другие попытались использовать в своих целях и интересах эту вирусную болезнь или психоз? Вот над двумя вопросами подумайте. Кому надо и как кто воспользовался? Кто-то объявил, что это война. Надо желтые жилеты вернуть с улиц куда-то свернуть. У кого-то выборы, у кого-то еще чего-то, и каждый начинает вертеть, крутить, с огнем шутят. Но это мы с вами на эту тему поговорим потом. Появилось много людей, ну может в Беларуси не так много, глава администрации занимается, госсекретарь этим, хайпануть модно сейчас на этой теме в интернете. Мы начали отлавливать таких. И спрашивать у них. Понимаете, вот психоз и так, его хватает, а надо подогреть где-то, показать. А так называемая позиция пытается это использовать против власти. Ну я помалкиваю, время нас рассудит. Но только помните, никто ниоткуда ничего нам не даст. Путин объявил неделю выходных, да? Неделю выходных. Но у них 550 примерно миллиардов золотовалютных резервов в центробанке и 120 примерно миллиардов фонд национального благосостояния. И потом, ну кто там сегодня на выходных? Труба-то работает. Нефть качается, все равно газ качается, пусть дешевле в два раза, но качается, а обратно идет валюта. У нас это есть, у нас этого нет. И тем более все, друг познается в беде. Все быстренько закрылись. И нам, на что я вас всегда ориентировал, выживать надо вот как будто ты один в мире. А если будет лучше, ну это будет вдобавок. Вот оно так и произошло. Закрылись, а все друзьями родились. Все у нас в друзьях ходили. Но я всегда имел в виду, что рассчитывать надо на себя, если мы хотим быть суверенными и независимыми. Поэтому мы однозначно выживем.